добрый вечер дорогие друзья друзья коллеги единомышленники скажите мне пожалуйста всем ли хорошо меня слышно и видно и если да то мы с вами начнем отлично всем видно всем слышно тогда давайте начинать нашу сегодняшнюю встречу еще раз всем добрым вечером как всегда география наша достаточно обширно и разнообразно приятно что вы такие постоянные присутствуют на вебинаре я смотрю новые люди есть конечно но стабильно есть люди которые регулярно используют очевидно вебинары для своей работы ну что давайте сегодня поговорим об очень актуальной теме на что если вы вспомните нашу последнюю с вами встречу я была с вами на прошлом вебинаре это было недели три назад если вы помните мы говорили с вами о презентации один плюс один то есть о личной встрече потенциального кандидата и вас как дистрибьютора кто был на том вебинаре у меня слушал если можно моя книги я буду знать что вы уже как бы в теме и мы пойдем с вами дальше закончим вот эту нашу встречу один плюс один были присутствующих люди на том вебинаре да отлично замечательно почему я выбрала для следующей на нашей с вами встречи именно вот тему возражения ответы на часто встречающие вопросы потому что было бы хорошо конечно если бы все люди сразу же нам после встречи и просмотра нашей информации говорили да или нет ну вам кажется что было бы хорошо чтобы все говорили да ну не знаю насколько это было бы хорошо может быть все таки будет и да и нет потому что ну те люди подходят с этим маркетингу но не все ему подходят и с каждым из людей мы сможем работать как дистрибьюторами не каждого человека возможно консультировать как клиента то что люди достаточно разные и бывают таким собственным мнением что лучше пусть он разбирается со своим здоровьем сам потому что его не переубедишь так вот у нас будут с вами и да и нет но к сожалению на встречах когда мы с вами проводим эти встречи да мы слышим с вами редко это так то есть вот если взять статистику когда мы проводим встречи или даем человеку информацию то мы не можем похвастаться статистикой 100 процентов людей нам говорят да и даже не 50 процентов нам говорят да а вот и в то же время нет нам говорят не так часто очень редко такой человек может сразу же после встречи сказать в глаза нет спасибо мне это не интересно и вы знаете это происходит по нескольким причинам первая причина это то что люди но в принципе не умеют говорить нет им как-то неудобно неловко не так они воспитаны они начинают придумывать там всякие вопросы возражения ли там лукавить там типа пойду подумаю и так далее и так далее я вам хочу сказать я безумно уважаю тех людей которые могут сразу же сказать нет если эта информация им не нужна или не важна почему я благодарна этим людям по одной простой причине они не будут тратить мое время на то чтобы потом я ходила в иллюзии и думала вот он все таки сказал подумает она верно он подумает в пользу моего предложения значит надо позвонить ему еще раз позвонить мы остаемся в этих иллюзиях а на самом деле в общем то человек нам хотел сказать нет но почему-то постеснялся поэтому все кто сразу говорит нет я всегда этих людей очень благодарю говорю им огромное вам спасибо за то что не стали морочить мне голову и сразу высказали свое мнение по этому поводу и тогда мы расстаемся с человеком ну как бы в хороших отношениях то есть такой вариант мне нравится гораздо больше чем вот я пойду посоветую я пойду подумаю и так далее и так далее но вот нет тоже нам не все говорят а чаще всего по окончании встречи мы слышим различные вопросы вот и собственно это неплохо потому что если человек задает вопросы то скорее всего у него есть есть интерес он действительно что-то хочет узнать одно дело когда люди возражают а другое дело когда задают вопросы возражения они очень часто похожи больше как бы на спор а вопросы это уже желание получить конкретный вот ответ на на интересующуюся там злободневную тему и я в общем то всегда отвечаю на вопросы и я так думаю что когда вы наберете определенного наберетесь определенного профессионализма то вы сумеете так проводить свои встречи чтобы все ответы на интересующиеся человека вопросы уже находились в тексте вашего предложения в принципе это не сложно сделать если вы знаете какое-то определенное количество есть стандартных вопросов которые люди выдают чаще всего если вы сможете встроить как бы вот свою презентацию а агентство с 1 то тогда у людей как бы не возникнет вообще вопросов чего собственно им уже нечего будет спрашивать но это конечно идеальный вариант это все придет с опытом и многие профессионалы собственно так и работают поэтому к окончанию их встречи 1 плюс 1 всегда человек говорит уже либо да либо нет но для начала давайте вообще разберемся что такое возражение я сразу хочу вам сказать что речь сегодня будет идти у нас с вами не о том как уговорить укатать там забить информации человека ни в коем случае мы с вами всегда будем работать только методом отбора а отбор это значит наша задача найти себе единомышленников то есть людей которые разделяют нашу точку зрения не переубедить их не делать их своими сторонниками они были нашими противниками а вдруг мы вот так их задавили своими аргументированными там ответами что они как бы перешли на нашу сторону нет это не наша с вами задача наша с вами задача отобрать поэтому никого мы уговаривать не будем другое дело ответить на вопросы это вот как бы святое поэтому давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим с вами какие же правила вообще работы с возражениями ну вот есть очень замечательное высказывание вы видите сейчас на экране что возражение это возможность в рабочей одежде конечно возможность потому что скажу вам честно а вот когда я познакомилась с этой индустрии ну у меня тоже было очень много вопросов лично для самой себя мне все вдохновило мне все понравилось но тем не менее я понимала что я еще очень и очень мало в общем-то знаю ну давайте пройдемся с вами по нашей теме то есть для чего предназначены возражения это конечно же в первую очередь как я уже сказала установить непонимание недоразумения возможно какие-то ошибки и преодолеть сомнения человека чтобы он как бы стал ответил для себя на все эти вопросы заинтересовался нашим предложением смотрите как хорошо джон каменч написала возражения кстати его замечательная книга лучший как только которым лучше каким-то может быть в млм я всем вам рекомендую эту книгу вы имеете себя как настольную книгу и вот для начала пока вы становитесь только на ноги приобретаете опыт ничего в принципе другого можете и не читать слушайте своего наставника а вот посещайте события мероприятия компании и достаточно будет сталинча как мотивирующей книги так вот смотрите он пишет возражения могут сделать отношения между вами и вашими потенциальными компаньонами более искренними и тем самым могут привести к положительным результатам потому что когда вы с человеком уже общаетесь он задает вопросы и вы на них отвечаете вы уже не просто там вот текстами вы даете а вы уже как бы ну входите в жизнь этого человека потому что отвечаете именно на те вопросы которые вот злободенны для него давайте посмотрим следующий слайд потому что существует целая схема как бы правил ответа на возражения она в общем то не сложная но тем не менее знать ее нужно ну вы видите о том что мы покупаем пользу мы не покупаем сам продукт поэтому когда мы отвечаем на возражения мы должны всячески показать человеку выгоду какую он получит от того что воспринимет воспользуется нашим предложением или купит у нас товар и пойдемте дальше вы знаете я столкнулась с большим количеством возражений в начале своей карьеры сейчас я уже не могу сказать что я с ними не сталкиваюсь но наверное знаете я их просто не замечаю уже поэтому могу даже сказать что мне уже никто не отказывает потому что я этих отказов и не слышу то есть если я вижу что человек уже не заинтересован то уже меня как бы рядом с ним нету потому что я уже думаю там о другом ну скажем так как человек он мне может быть интересен но как потенциальный кандидат или партнер он меня уже не интересует потому что я вижу что у него нет интереса к моему предложению и вот в начале моей карьеры хочу вам рассказать одну маленькую историю у меня была одна клиентка но многие из вас знают о том что я подписующий косметолог была до недавнего времени и карьеру сетевика я начинала строить в своем косметическом кабинете у меня была одна клиентка могу сказать что она была моя подруга но знаете клиенты очень часто становятся уже как бы вам разными людьми я знала там свою семью знала чем не дышит за одним столом мы с ней не сидели но тем не менее я многое не знала человек был очень состоятельный очень начитанный образованный но в то же время такая вот очень такая веселая веселая девушка и вот это было буквально первые дни я только узнала о том что такое микрогидрин узнала что такое коралловая вода наверное впервые в жизни после получения образования я опять услышала что такое PH тем более когда мы учились в школе когда получались в свое образование мы даже так подробно о PH нам никто не рассказывал и здесь когда я вот увидела этот латный степс как он как меняется качество воды от кораллмайна и микроюбрина и о том о роли PH в организме человека там кисло-щелочная среда меня все это так воодушевило так вдохновило вот и я же на этом энтузиазме значит этой своей клиентке она приходит ко мне на процедуру и я с такой вот разу тебе же представляешь вот есть такая вода щелочная там пьешь воду организм ощелачивается а это ведет к тому так тому так тому так тому так помните предыдущий слайд что человек не продукт покупает а пользу да что с того что я буду пить коралловую воду да это же только одно название на самом деле мы хотим узнать что мы получим в результате того что будем потреблять такой продукт ну и она так меня выслушивает потом сможет мне в глаза и говорит ну о чем ты говоришь при чем здесь плаш при чем здесь щелочная вода ты тогда пьешь щелочную воду вот она же попадает в желудок а там желудочный сок а желудочный сок он кислый все это с смешивается и твоя вода молки по мертвому припарке потому что на выходе опять она получается там как бы кислая но скажу вам честно я как бы все уже программу забыла которую мы обучали по физиологии и биологии человека а вот я не знала что ответить на видео тогда не знала что ответить на ее возражение это было классическое возражение ну я ничего другого не нашлась как просто улыбнулся сказать ну может быть я еще не во всем разобралась ну типа там давай займемся другими делами но я не могла успокоиться я пришла домой подняла там учебники по физиологии по биологии и как бы нашла ответ на этот вопрос я думаю вы все давно его уже знаете а вот когда щелочная вода поступает когда вы ее пьете чаще всего вы пьете ее натощак в желудке нет никакого желудочного сока потому что он пустой там нет пищи вот и соответственно никакого смешения там кислотыщей вообще не происходит единственное что когда вы пьете coral mind после потребления пищи то конечно этого делать не стоит поэтому не рекомендуется после еды но это как бы уже потом я все это прочитала и пони и как бы разобралась вот целый вечер я просидела за этими учебниками поняла как вода поступает нам организм зато на всасывается и так далее и так далее в общем я настолько была благодарна этому человеку за ее возражение потому что она как бы своим вот вопросом побудила меня вот разобраться для себя вот в этих каких-то маленьких моментах и саму себе ответить на вопрос что да действительно это вот так правильно полезно и так далее поэтому всегда благодарите людей про себя благодарите не вслух да не надо им говорить я тебе огромное тебе спасибо за пучу там вопросов и возражений но это как бы для вас сигнал с чем нужно разобраться лично вам потому что у вас все равно эти вопросы есть и вы хотели бы на них получить ответы но здесь я хочу вас предостеречь одного от одного такого нюанса есть люди которые считают что сначала нужно совсем разобраться все выучить и только потом идти к людям с этой информации есть ли в вашем окружении вот такие дистрибьюторы которые так считают можете мне сейчас это у меня только такие люди попадаются в сети или у вас тоже такие люди есть вот они говорят я пока все не выучу пока на себе все результаты не получу пока не этот самый я людям не пойду боже мой как они заблуждаются и вот у вас такие люди есть как они заблуждаются никогда человек не сможет получить теоретически ответы на все вопросы никогда потому что только в практике только в действиях только в общении можно вот как бы сталкиваться с какими-то там нюансами ни в коем случае не стоит садиться за книжки и тетрадки и а игнорировать встречи с людьми со своими наставниками и вот рассказав вам эту историю это как нельзя соответствует этому слайду который вы сейчас видите то есть причины по которым люди нам возражают а одна из причин это то что люди нам не доверяют вот видите вторым пунктом стоит человек нам не доверяется в данном случае она возразила мне не потому что там была уверена что я заблуждаюсь она сама может не сильно знала эту физиологию как что работает а возразила она потому что она меня воспринимала как другого специалиста а тут вдруг я заделалась со специалистом по здоровью и это скорее всего ее это немного смутило и первое что пришло ей в голову это было вот именно такое вот такое возражение мы потом остались в нормальных хороших отношениях но как бы суть не в этом то есть мы все равно с вами с этим будем сталкиваться и так три основные причины и за которые люди вообще начинают нам возражать конечно когда у человека там супер авторитет супер кредит доверия ну например врач да вот часто кажется что врач с какими-то регалиями званиями к нему приходишь а он говорит как я сказал это надо съесть и есть вот таким вот образом и естественно пациенты все его слушают но к сожалению в нашем бизнесе это не всегда так работает потому что все таки мы занимаемся немножко другим мы занимаемся единой здоровым образом жизни в данном случае мы даже с вами говорим о бизнесе а далеко не все в нашем окружении теперь эти профессионалы которые уже прошли и крым и рынок в этом деле могут быть для нас авторитетом так вот первая причина это конечно же у людей отсутствует информация вторая причина это люди нам не доверяют и есть конечно третья причина есть определенная группа людей которые постоянно желают знаете вот они никогда не хотят соглашаться ничьим мнением бывает у вас были у вас такие встречи вот вроде как и аргументы железные все и тем не менее человек ему вот по природе ему надо что-то говорить доказывать возражать и так далее а вот прямо пять плюсов сразу потому что действительно такие люди есть и их очень много но пусть утверждается сейчас всего на сегодняшней встрече мы с вами научимся как вот их деференцировать и как с ними работать давайте пойдем дальше посмотрим следующий слайд мы не можем с вами людей заранее отобрать можно следующий слайд потому что сейчас мы поговорим с вами о правилах ну называется это правило приема возражений давайте следующий слайд вот то есть приема потому что мы на себя принимаем это возражение ну это собственно правило работы вот скажем правило ответов на вопросы вот я бы даже сказала что это искусство коммуникации а не ответов на возражения вот некоторые сетевики считают что как бы глупо работать с возражениями если человек возражает он уже сказал нет вот не могу с ними согласиться потому что возражают люди как бы в двух направлениях есть люди которые вот действительно знаете у них вот это та третья категория людей им надо самоутвердиться они сразу это все просто с агрессией и слюна изо рта у них брызжет и они там что-то вам пытаются доказывать и так далее а вот поэтому это уже как бы замаскированный отказ можно тут даже и не переживать и не пытаться этого человека вообще склонить на свою сторону не пытаться даже отвечать на его вопросы как только вы видите все люди такие рано или поздно уже или приходят или становятся такими вот просветленными духовными вы уже чувствуете людей чувствуете их вибрацию чувствуете что человек там совсем там как бы плохо он так агрессивен значит все вот сворачиваете встречу говорите спасибо что вы слушали вот возможно вам когда то это будет интересно в следующий раз встретимся вот мои координаты моя визиточка если надо будет звонить вот но мы будем говорить о той категории людей которые действительно хотят в дальнейшем получить ответы на вопросы потому что вы знаете как интересно в самом начале своей карьеры я людям практически продукт не предлагала я предлагала сразу людям возможности вместе с продуктом то есть у меня только предложение всегда звучало вот одинаково что есть способ изменить свою жизнь улучшить свою жизнь разнообразить ее сделать ее более доходной при этом еще и поправлять свое здоровье и очень часто люди спрашивали а что это такое расскажи я рассказывала идеи сетевого маркетинга там рисовала кружочки и говорила почему я уверена что эти кружочки вот так вот работают потому что есть вот такая идея есть такой продукт есть такая компания которая дает людям вот то 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 результаты и так далее и вы знаете когда делаешь предложение вот таким образом люди не важно человеку с доходами без доходов там хорошо он сегодня живет или не очень вот я считаю что предложение это нужно делать абсолютно всем тем более это сейчас очень актуально особенно там для жителей украины вы знаете какая у нас ситуация а вот и вот что происходит люди слушают ваши предложения и говорят о том что ну возможно там бизнес меня как бы вот не очень я там в себе не уверен все а расскажи подробнее о продукте а что это такое и на продукт они поворачиваются тогда вот в большем удовольствии но знают уже все возможности и вы знаете это очень хорошо например мне это облегчает очень здорово работу с с ними как с клиентами потому что они уже понимают систему с которой мы работаем они уже с удовольствием дают рекомендации мне чтобы я могла отработать их окружение потому что понимают что им это будет выгодно я ведь в начале или рисовала или как минимум рассказывала об этой системе об этих кружочках о принципе геометрической прогрессии и так далее поэтому люди будут ну всегда делайте мой опыт говорит о том что лучше лучше все таки не застыкливаться на одном продукте и не делать только предложения по продукту да они будут в конце говорить я подумаю там посмотрю как продукт будет работать если будет результат я потом может дам рекомендацию или присоединить ну не важно важно что у него начнут пользоваться продуктом итак правила приема возражений ну пункт первый самый позитивный это то что открывает нам дверь в любые кабинеты располагает нам людей это конечно же ваша улыбка то есть когда дойдете до конца встречи один плюс один вы спросите если у человека какие то вопросы а вот то естественно вы должны общаться с ним не любым листом а улыбайтесь улыбайтесь во время встречи как можно чаще потому что улыбка украшает абсолютно все и она вот открывает двери вообще в ваше сердце располагает вам людей не думайте что если вы будете сидеть такой вот бухой знаете а вот здесь пишут что очень тихо это всем тихо или или всем нормально всем нормально меня слышно скажите мне пожалуйста потому что некоторые пишут что он очень тихо что погромче 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 так а так меня лучше слышно да ну максимум все что я сделала больше больше звука нет давайте продолжать и так улыбнитесь расслабьтесь то есть многие думают что если вы серьезным лицом все время сидите знаете вот такой вот начальник не верно это люди напрягает поэтому не стоит чаще улыбайтесь расслабьтесь будьте максимально внимательны человеку есть будьте естественны и уверены почему вы должны быть уверены но во первых вы знаете свою спонсорскую вертикаль вы уже знаете компанию кто из вас будет на форуме в июне месяце то будет на празднике на юбилей компании 15-летия 15 лет работы на рынке это уже надежность это уже стабильность это уже огромное количество результатов за вашей спиной и это все за вашей спиной даже если вы только вчера подключились к нашему делу и проводите всего лишь свою первую встречу и у вас еще нет своего собственного результата ну он еще не наступил просто еще не было времени не переживайте на этот счет вы знаете что за вашей спиной за вашими ключами огромное количество людей которые эти результаты уже имеют и результаты и в бизнесе и по применению продукта ваш спонсор вся ваша спонсорская вертикаль это люди которые уже добились успеха в сетевом маркетинге именно на них вы равняетесь поэтому вы уже знаете что этот бизнес работает поэтому когда вы делаете это предложение вы уже уверены потому что люди уже прошли этот путь соответственно если вы будете делать те же самые действия что делают они вы знаете что у нас работает закон дубликации то вы обязательно придете к этому результату если конечно вы будете идти там своим путем каким-то там творческим я не знаю там художественным то возможно ну тогда как бы ваши действия и ваш результат если вы идете повторяете действия вашего успешного наставника то результат вам обеспечен только вопрос времени скажем вот что заложено у вас сегодня в голове естественным почему нужно потому что если вы начнете играть роль там у это ну неестественного человека это будет сразу видно люди поймут что вы там напрягаетесь и значит вы лукавите потому что вот согласитесь свою историю свою автобиографию кто из вас может рассказать вот я жду кто может рассказать свою автобиографию и будете ли вы при этом там краснеть бледнеть там заикаться спотыкаться все могут абсолютно верно все могут рассказать свою автобиографию почему вы себя чувствуете совершенно спокойно когда вы ее рассказываете да по одной простой причине что вы не врете вы говорите правду свои даты родился пошел в школу там закончил институт женился сколько детей и так далее можете и легко потому что вы говорите правду так вот самый простой способ быть естественным это говорите правду всегда не говорите тех вещей в которых вы не уверены да лучше спросите у наставника так ли это то смогу ли я это включать в свою презентацию знаете иногда бывает нужно услышать там чуть ли не две дюжины нобелевских лауреатов за каждым из нашим продуктом стоит нобелевский лауреат там конкретно не но это ж не так а вот но людям иногда хочется вот приукрасить поэтому приукрашать не надо говорите правду то что есть и вот здесь еще могу вам дать один совет когда речь идет о таких-то цифрах но когда речь идет о плаш там 7,4 это как бы надо говорить конкретно а когда речь идет о таких-то цифрах то знаете люди тоже очень любят часто поспорить не говорите конкретную цифру потому что вот одни источники пишут пишут о том что 70 человеческое тело содержит 70 процентов воды да другие источники пишут 80 процентов воды да 85 там 75 78 я встречала то есть смотрите вот как бы разные цифры вот можно сказать ваш организм на 70 процентов состоит из воды вы это знаете человек скажет а я читал 80 процентов да ну то есть как бы уже какая-то вот такая ситуация знаете я для себя уже нашла как бы способ я всегда говорю так человек более чем на 70 процентов состоит из воды все ко мне ну не подкопаешься потому что более чем это уже если вы слышали цифру 78 то ваша цифра верна если я слышала цифру 70 то моя цифра тоже верна а вот поэтому нужно вот употреблять вот такие вот как бы вещи ну чтобы вас вот заведомо там кто-то не садил с этими цифрами следующее расположите к себе собеседника используя комплимент ну комплимент это не только женщине приятно хочу вам сказать и мужчине в том числе как это обычно делаю я я всегда благодарю человека вот если встреча один ну при полном встрече от кафе человек приходит я его уже ожидаю да и он пришел вовремя или там почти вовремя да там опоздал на несколько минут вот чтобы как-то расслабить его даже мы еще не успели познакомиться я его здороваемся я всегда благодарю спасибо что пришли вовремя человеку уже очень приятно или какой-то другой комплимент вы можете сказать что вы там спасибо что вы были пунктуальны или вы так внимательно мы только познакомились а вы так внимательно меня слушаете мне очень приятно спасибо вам большое да ну не мне вас учить что такое комплимент то есть используйте не жалейте комплиментов будьте щедрыми вот заваливать ног до головы тоже не стоит но тем не менее ну естественно слушайте 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 а вот ни в коем случае не спорте вы знаете в споре побеждает только спор если вы начинаете спорить если вы выиграли спор то вы проиграли бизнес это сто процентов то есть никогда вообще не ввязывайтесь в спор мне понравилось одно высказывание я только услышала на конференции его сказала его галина петровна шелест до сих пор помню как она это сказала в своем выступлении не спорте сбороком между вами могут не заметить разницу я не хочу сказать что люди соответствуют тому слову которое я сказала но мы же уверены в своей правоте а человек своей соответственно мы считаем ему каким ну не очень то умным с нашей точки зрения а у нас считает идиотами потому что он думает совершенно по-другому поэтому спорить не имеет никакого смысла и резона да поэтому уходите от спора а вот есть очень много моментов когда вы можете там как бы мягко согласиться перейти к другой теме а вот и сказать давайте у меня вот знаете у меня встречаются такие люди которые начинают о нет а я вот смотрите вот тут вот так вы знаете у меня к вам огромная просьба вот чтобы я не сбилась и до конца я вам изложила все так как есть я вас очень попрошу давайте вот сейчас у меня еще там десять минут дослушайте а потом я отвечу на ваши вопросы то есть пытаюсь вот может быть вот таким вот образом как бы уйти от того чтобы человек не начинал вот цепляться за каждую там цифру слова буквы и так далее пойдемте дальше следующие правила я думаю с этими вам все понятно улыбнитесь расположите и слушайте вот конечно же только напротив вас человеке вы должны думать о нем не себе как я выгляжу а талина мне копточка а правильно ли я тут все разложила а вот а что обо мне подумает человек нет вы не о себе должны думать вы должны думать о вашем собеседнике вот то есть по его эмоциям по его останки потому как он вас слушает вы должны увидеть заинтересован ли он что что он хочет и сможете ли вы найти то что предложить что предложить ему что-то он от этого не сможет отказаться то есть нужно найти его потребности для этого конечно же нужно вот ну как бы быть в нем а то иногда знаете вот сами с собой сами задаем вопрос сами же на него отвечаем и вот так вот себе ведем какой-то диалог человек уже скучает и там мы не замечаем потому что нам надо как бы договорить эту презентацию я замечала такие встречи вы знаете в офис бывает приходишь а у нас офис достаточно большой такой зал там стоит несколько столов и когда нет презентации там дистрибьюторы просто работают с людьми там подписывают или просто проводят эти встречи и вот иногда встанешь по стороны и наблюдаешь человек уже чуть не спит а дистрибьютор вот все рассказывает и рассказывает так и хочется знаете встать сзади там помахать ему что там товарищ товарищ ты ж посмотри он тебя вообще уже не слушает поэтому конечно же нужно быть внимательным самому человеку никаких оправдывающих интонат ничего не доказывайте мы с вами говорили то есть не нужно оправдываться вот держите с ровной спиной вот и самое лучшее конечно средство от любых там нападок и так далее это тетрадь результатов результатов и в бизнесе и результатов по применению продукта потому что когда человек начинает а это все там это я вы знаете вы можете говорить что угодно ну куда деть результаты людей и если у вас с тобой есть альбом результатов или тетрадь результатов то конечно вы можете открыть это да и сразу же показать человеку это самый железный аргумент или точно так же в бизнесе да вы можете сколько угодно возражать но мой наставник человек который уже не первый год в этом бизнесе живет совершенно другой жизни я еще не вышел на тот уровень но я точно знаю что он мой учитель если я буду делать все как он говорит то я обязательно к этому тоже приду а вот ну не надо говорить а что будет с вами дабы там да не портить с ним отношения вот следующий путь не призывайте человека к логике и здравому смыслу да потому что это ну вы наверное с этим сталкивались уже люди как бы этого не очень не очень любят вот конечно же самая большая ценность сетевика это умение задавать вопросы вот здесь это самое главное потому что ну вы подумайте ну как это ж такой аргумент ну я вот вам назвал да задавайте вопрос а как бы эту ситуацию разрешили вы а какой у вас собственный подход там к вашему здоровью а как вы думаете изменить свою жизнь через три пять лет а каким образом вы планируете там через десять лет ехать там в дом своей мечты уже в начале мне сказали что вы мечтаете там о доме да то есть не надо нарисовав кружочки ну смотрите это ж логично что все будут и вот сеть такая будет и у вас будет такой доход да то есть вот задавайте вопросы спрашивайте как человек это видит какие у него планы не критикуйте конкурентов вот это знаете очень больной вопрос больной почему я никогда не опускалась для того чтобы кого-то критиковать потому что когда вы начинаете заниматься вот этим скажем унижением своих конкурентов вы сами становитесь ну как бы ну мельче ниже самый хороший способ это показать все свои выгоды все свои преимущества у своей компании и я вам хочу сказать вот сталкивалась была в нашем регионе активничала одна компания я не буду называть как она как она называется эта компания но вот сейчас не так слышно хотя они до сих пор работают очень старая компания но вот был период когда они очень трудно работали в нашем регионе и все дистрибьюторы у меня жаловались на то что каждая встреча с дистрибьютором этой компании начиналось с того что они начинали хаять коралловый клуб и не просто как бы говорить а у них были целые заготовки знаете таких вот текстов что плохого в коралловом клубе вот и это ну знаете я вам хочу сказать насколько вот всех раздражало ни один из дистрибьюторов боком не упал из-за того что ему там говорили всякие такие нехорошие вещи но то что это вызвало такое негативное отношение ко всем дистрибьюторам той компании во всяком случае в нашей структуре это было однозначно потому что это было настолько массово прямо были какие-то заготовки такие то есть это не добавило чести той компании а вот а то что укрепило двух наших людей поэтому не стоит никогда это делать я всегда говорю вы знаете на рынке очень много всего хорошего но среди хорошего всегда есть самое лучшее я вам сегодня предлагаю самый лучший вариант самый лучший маркетинг план самое выгодное предложение и у нас есть вот такие то преимущества и такие то перспективы да на рынке есть компании которые работают больше чем нет но это ни о чем не говорит есть компании которые моложе и тоже они сегодня могут быть достаточно успешны главное чтобы вам наша компания подходила под перчатка на руки чтобы вы здесь комфортно себя чувствовали ну соответственно можете приводить там любые примеры там что вам проще собрать там килограмм арбузов да или килограмм гороха понятно за арбузом один раз наклонился а за килограммом гороха придется там как бы извините позже там наверное 30 минут собирать или не меньше соответственно таким примером вы показываете где вам лучше с какой компанией вам лучше сотрудничать где есть идея философия концепция постоянно наличие товар возможности по всем странам мира по всем регионам онлайн структура международные события конференции лидерские школы и так далее и так далее то есть показываете просто свои преимущества давайте побежим дальше давайте следующий слайд посмотрим используйте самое мощное средство вот это выражение согласия ну то есть как как это делается когда человек там что-то вам возражает самый простой способ сказать о том что я понимаю что вызвало у вас вот такой вопрос то есть как бы не говорите что он ну вот да я с вами там полностью согласен и так далее да но соглашайтесь с тем что вызвало у него недопонимание да я возможно не совсем подробно вам озвучил поэтому у вас возьмите наверное вот такой вот вопрос вот я согласна с том что такое вот такой вопрос или такое возражение могло у вас быть ну то есть не надо говорить что там вы не правы быть категоричным а вот я еще применяю такую очень часто фразу вот знаете я сама когда только начинала сталкивалась точно таки проблемами или с 과head только пришла в этот бизнес у меня тоже были такие вопросы сомнения возражения а вот news знаете когда я только начинала мне тоже казалось что люди не будут это покупать мне тоже казалось это дорого мне тоже казалось что это единственница но оказалось то Ну, то есть как-то вот помягче надо. То есть не будьте категоричны. Это вы всегда успеете плотно ответить. Не ведите беседу холодно, будьте максимально внимательны к человеку. Мы уже, собственно, об этом говорили, да, то есть расслабьте 100% на человека. Делайте акцент не на противоречиях, а на совпадающих моментах. То есть ищите высказывания с человеком уже. Помните же нашу встречу в 1.1? Мы представляемся, рассказываем свою личную историю, коротко. И вот мы человека представимся, задаем ему некоторые вопросы и то, что уже о нем знаем. Соответственно, те моменты, которые у вас в жизни совпали, да, может у вас совпал возраст, количество детей, или требования к месту работы, или еще какие-то принципы, или ценности, что-то было обмучено, или мечты у вас совпадают, да. Вот, вот, как бы опирайтесь на эти моменты. Вы знаете, у нас с вами столько общего. Вот вы тогда сказали, что вы мечтали об этом. Я тоже так же, как и вы, вот хотел именно такого, вот, и так далее. Ну, естественно, называйте человека по имени. Здесь я вам советую потренироваться. Надо как-то выработать себе этот навык, не забывать имя человека после того, как он вам представился. Но, к сожалению, это тоже большая проблема. А вот, как вас, давайте познакомимся. Меня зовут Наталья. И так как вы взволнованы, да, вы можете тут же забыть имя человека, к сожалению. Поэтому, если у вас страдаете такой бедой, то, может быть, лишь бумаги будут перед вами или блокнот, и вы там запишите, например, сразу же на блокноте там имя Наталья. Это ни к чему не обязывает. Человек ничего плохого о вас не подумает, но зато вы 100% уже, ну, как бы, не забудете его имя. А для того, чтобы человек не забыл мое имя, потому что, знаете, тоже вот видишь, что человеку неловко, вот мы познакомились, а он забыл мое имя в процессе беседы, да, вот. И вы видите, он как бы хотел что-то вас спросить, но как-то неловко. Поэтому я в начале встречи, когда мы знакомимся, всегда кладу свою визитку, вот, достаю визитку, мы познакомились, и я кладу прямо перед ним свою визиточку. Если он не будет, так меня зовут, он напустит вас и увидит, что я Наталья, и обратись-то ко мне по имени, мне будет приятно, и ему будет полегче. Ну, естественно, всегда оставляйте дверь открытой. То есть даже если ваша встреча прошла не очень хорошо, скажем так, человек не принял ваше предложение, не надо, конечно же, говорить о том, что вы там не совсем допонимаете, вот у меня предложение вообще на миллион долларов, а вы вот сидите, извините, там, ниже плинтуса и не соглашаетесь принять участие, да. То есть, соответственно, после таких слов, ну, никто с вами в дальнейшем работать не будет, ну, не захочет даже вообще, как бы, позвонить или сотрудничать с вами. Я хочу вам сказать, что мнения людей меняются. Вы знаете, у людей очень часто меняются жизненные ситуации. И бывает, проходит время, может даже пройти несколько лет, и люди могут сами позвонить вам и сказать, Наташа, а ты до сих пор, вот, ты мне когда-то рассказывала о том-то, о том-то, а ты до сих пор этим занимаешься? Я говорю, да. И, соответственно, мы встречаемся. Почему это происходит? Почему люди даже через несколько лет могут позвонить или, там, при встрече с кем-то могут сказать, а, я встречался с кем-то человеком, да, вот, он оставил хорошее впечатление. Вот, именно по той простой причине, что вы, после отказа этого человека, оставили дверь открытой. То есть вы сделали все возможное, если вы будете использовать все эти правила, то вы сделаете все возможное, чтобы расположить себе человека. То есть вы же в данном случае, ну, лицо компании по большому счету. То есть вы представитель компании. И ведь человек, который слышит из ваших имя «коралловый фунт», он же не знает, что такое «коралловый фунт». Кто такой «коралловый фунт», какая это компания, какие у нее размахи, какие люди, какие страны, какие государства. Он ничего этого не знает, результатов продукта, результатов денег, и ничего. Он по вас судит о компании. И, соответственно, если вы, разговор ваш закончился спором, конфликтом, да, и вы ушли, как бы не очень приятно, там, еще что-нибудь ему там пострили, или вообще даже там нагрубили в конце, типа, идут, ничего не понимаем, да, то понятное дело, что это будет мнение о компании. То есть такое будет мнение о компании «коралловый фунт». Поэтому вы никогда не допустите, чтобы люди, вот, чтобы вы расставались в таком настроении. То есть всегда расположили к себе человека и сохранились. Мне было, несмотря на то, что вы мне сказали, мне было очень приятно с вами пообщаться. Вы оказались очень интересным собеседником. Даже если человек не сильно был интересный собеседник, даже если только вы говорили. Вот. Мне будет очень приятно, если когда-нибудь, когда вам может понадобиться моя помощь, услуга или консультация, мне будет приятно вам ее оказать. Возьмите мои координаты, мою визиточку, и давайте с вами общаться. Вот. Вы знаете, обязательно вы где-нибудь пересечетесь. Как минимум этот человек когда-нибудь скажет о вас доброй судьбе. Я с ним встречался, он мне очень понравился. А вот, ну, тогда мне не важно было его там, скажем, предложение. Хорошо, договорились, будем вот так вот поступать. Пункт 13, по-моему, последний. Давайте следующий слайд. По-моему, это последнее было правило, насколько я помню. Да. Потому что не пугайтесь большого количества правил. На самом деле это ведь, согласны, что это обычное человеческое общение. Да, там, то есть, тут ничего нового. Матрица работает с возражениями. Да, вы слушаете. То есть, когда человек задает вопрос, надо дослушать его до конца, потому что есть такой грех у многих. Человек только начинает задавать вопрос, вы уже слышите, о чем вопрос. Да. И не дослушиваете до конца, пытаетесь. О, типа, уже начинаете отвечать. Да. Ну, что подумает о вас человек? Да. Возможно, он и не то имел в виду, он еще доскажет, у него будет продолжение этого вопроса, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Не надо, будьте внимательны, дослушайте до конца. Найдите скрытый вопрос. То есть, что такое скрытый вопрос? Это то, что человек имел, ну, хотел спросить на самом деле, но по каким-то причинам не спросил. Мы с вами еще поговорим, у нас дальше будет с вами такой маленький тренинг. Мы об этом с вами поговорим, потому что каждый вопрос имеет какой-то подсерк. Вот, ну, наверняка вы со мной согласитесь, что немногие люди могут прямо в глаза, вот, смотрите, когда, я вам свою историю расскажу, когда мне мой друг, и сегодня это мой наставник, мой спонсор, золотой мостой компании «Лидия Богославская», когда она мне сделала предложение по королевому клубу, она знала мою ситуацию, знала, что финансово я ничего себе позволить не могу купить, вот, и ей я могла сказать, что «Лида, у меня нет денег покупать», вот ей я могла сказать, но кому-то другому, кого я не знала, потому что с Лидией мы до этого уже были 20 лет друзьями, до того, как вот и она, и я познакомились с королевым клубом, мы уже 20 лет дружили. Естественно, я доверяла этому человеку, и она знала мое положение, и я ей могла в глаза сказать, что у меня нет денег. Но кому-то другому я бы ни за что не сказала, что у меня там тяжелое финансовое положение, что есть проблемы у нас с нашим бизнесом, и у меня нет вообще копейки для себя. Поэтому не все вам это скажут, и наверняка вы так не говорите, когда вам предлагают что-то купить, какую-нибудь кастрюлю хорошую, интересную, вы знаете, предполагаете, сколько она стоит, и вы не купите, что у меня нет денег, и вы начинаете там придумывать всякие типа, «А мне эта кастрюля не нужна, а у меня там есть другая еще там получше, или еще что-то, или еще что-то». Но вы согласитесь со мной, редко кто скажет, что у меня на это нет денег. Поэтому скрытый вопрос будет, «У меня нет денег?», а реально прозвучит вопрос, «Да, и ты знаешь, я не считаю это нужным, потому что это там вот кто-то этим уже не занимался, а у него там это не получается», и так далее, и так далее. Текучка оказывается совершенно другая. Когда вы этот скрытый вопрос найдете, вот вы делаете человеку предложение, «У него нет денег купить ваш продукт, да, наш продукт». И он говорит, «Да, там, я буду воду там другую, по-другому получить подтверждение». Что значит получить подтверждение? Если я правильно поняла, ты хочешь сказать о том, что в рынке или ты покупаешь, или у тебя есть способ делать воду такую же жизнь, и там чистую, и полезную, и так далее, и так далее. И вы получите ответ человеку. Он скажет, «Да нет, но это делает с водой, там только вот это, вот это, а вот, и в итоге выяснится, что это все равно гораздо дешевле, а тут это все здоровье, у меня нет денег». То есть все равно вы будете в том, что нет денег. Поэтому получайте подтверждение. Правильно ли я вас поняла? Вы считаете, что это вот так, вот так, вот так. Одобрение и комплименты. Да, я вас хорошо понимаю, вы оказались очень таким проникательным человеком, очень думающим человеком, и отвечаете на его вопрос, рассказывая какую-либо короткую историю. То есть нельзя обязательно отвечать научными фразами, сочетанными книжками, что-то про ИТА, или как работают с твоей бизнесом. Ну и завершение сделки – это, естественно, само предложение человеку. Насколько разумно у нас оказалось на ее предложение, да, готовы ли вы начать действовать прямо сейчас, чтобы вы, какой материал вы хотите получить, то есть завершение сделки – это значит услышать в ответ «да» или «нет». Давайте пойдем дальше. Сейчас мы поговорим с вами о тех крутых вопросах. Так, есть вопрос, как корректно выяснить финансовые возможности человека. Он согласен, слушает внимательно, объяснит программы, экономит умы, и как узнать, что может позволить себе человек. Ну, узнать, мне кажется, несложно узнать. Вы можете, вот Елена спрашивает из Нижнего Дагила, когда человек говорит, да, я хочу воспользоваться вашей программой, вы говорите о том, что есть три программы. И так и говорите. Эконом, люкс такая-то. Эконом – это то-то, сколько-то, да, а вот люксовская программа – это такая-то, эта программа такая-то. И у вас должны быть три цены. Я советую вам начинать с большей, средняя, меньшая. Хотя можете действовать и наоборот. И человек, когда видит три цены, как правило, ну, и вы, естественно, добавляете о том, что я для себя использую плюс программу, или вид программу, самую лучшую. Ну, многие люди, которые сегодня не располагают, как бы, достаточно, ну, скажем, зажатый стрит-фак, но желают получить все-таки результат, а вот используют вот среднюю программу. Или я говорю так, что вы знаете, вот я и мои друзья, мы всегда пользуемся бит-программой. Да, вот если говорить о коловаде, например, да, коловада, вода, гидрофель и желательно коктейль, который бы заменял вам там прием пищи. Да, поэтому я говорю, я и мои друзья, мы всегда пользуемся вот такой вот бит-программой. Я не знаю, что выберите вы, посмотрите, что вам сегодня будет более доступно. И человек, как правило, выбирает среднее что-то. Чаще всего происходит так. Хотя некоторые люди говорят, нет, я возьму бит, что я буду там размениваться на всякую мелочь, да, но когда вы идете к человеку с этим предложением, у вас эти программы уже должны быть, ну, как бы, вы их должны знать. Они либо у вас прописаны, должны быть, либо заготовлены, чтобы вы не сидели, там придумывали, ой, добавлю сейчас еще и не туда, а тут же там колова-да-вода, 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 гидроцель, там микрохидрин, колова-да-вода, гидроцель, микрохидрин, проволокно, да, или там коктейль, курал шейки и так далее. Понятно с этим вопросом. Давайте в следующий слайд мы сейчас вот поговорим о наиболее часто встречающихся возражениях в плане в бизнесе. Что чаще всего говорят люди и какой скрытый вопрос. Вы смотрите, в скобках обозначен скрытый вопрос. Мы сейчас говорим о предложении по бизнесу, да. Человек выслужил ваше предложение, задав вопрос, с каким продуктом он будет работать, сколько стоит этот продукт, вы, естественно, ему это все расскажете, когда после встречи у вас уже, возможно, это вторая встреча, а может быть, на первой встрече у нее появилось очень много вопросов. И он, выслушав о том, все это, и говорит, это дорого. Что значит дорого? Когда мы предлагаем просто продукт, могу вам сразу дать подставку, да, просто продукт, не бизнес, сябродукт предлагаем, человек говорит, это дорого. То я тебя спрашиваю, чем ты сравниваешь? Или что ты уже пробовал? Или что значит дорого для тебя? То есть нужно выяснить, что значит дорого. Вот он говорит там, калавада дорого, а вот. А я говорю, чем ты сравниваешь? Ну, вот я там клетчатку покупаю, да, то есть вам все сразу понятно, что при чем здесь клетчатка и калавада? Это вот клетчатка, это где-то там вообще еще на полу стоит, а калавада, это там на вершине тирамиды по своей эффективности, по своим результатам. То есть человек, очевидно, во время вашего раската не понял выгод, которые он получит из калавады и сравнил ее вот с такой, скажем, банальной клетчаткой, да, поэтому задав вот такой вот вопрос, вы можете выяснить вот этот скрытый, что лежало под этим, это дорого, да, то есть я не вижу ценности калавады, почему она стоит так дорого, да, то есть вы не донесли, очевидно, и тогда вы начинаете уже разговор, человек говорит, а, ну, теперь понятно, почему это столько стоит, конечно, если я получу и то, и то, и то, и то. А в бизнесе человек говорит, это дорого, чаще всего он подразумевает то, что когда он начнет работать с этим продуктом, то мало людей будет им пользоваться, потому что, ну, якобы люди считают, что во всех странах везде у людей нет денег, ну, обычно так говорят, вообще во всех регионах одно и то же, и во всех странах, он не спросил, у всех нет денег, это так говорят люди, на самом деле все покупают, поэтому, когда он говорит, это дорого, вот, вы говорите, если я тебя правильно понял, то ты сомневаешься, что этот продукт будет покупать большое количество людей. Человек говорит, ну, да, конечно, такая же цена, там, а зарплаты такие, а вы ему отвечаете. Знаешь, я очень хорошо понимаю твои сомнения, потому что я сам, когда ознакомился с этой информацией, помните матрицу нашу, да, предыдущую, когда я сам ознакомился с этой информацией, мне показалось, что это, что это дорого, но когда я узнал ценность этого продукта, познакомился с людьми, которые на нем получили такие вот фантастические результаты, сегодня у меня уже не возникает сомнения, что это, соответственно, оправданная цена и то количество людей, которые я встречаю. Я, знаете, иногда так шучу, Чудрикану, это мало, наверное, кто покупает, я говорю, вы знаете, я вам советую прийти к нам в офис, продаж, желательно к концу месяца, вот, и вы посмотрите, вам придется, я говорю, конечно, постоять в очереди, чтобы купить себе продукт, человек говорит, как в очереди, я говорю, ну, вот так, и этим уже все объясняется, да, раз очередь, значит, это покупают, да, или вы можете показать свою распечатку структуры, если она у вас уже есть, да, показать, какое количество людей уже подключились к вам, пользуются этим продуктом, да, то есть показать вот перспективы и размах этого продукта. Потому что если вы начнете просто сравнивать цену, да, ну, ты знаешь, это стоит вот сколько, это стоит вот сколько, то это разговор в никуда, и это затянется надолго, потому что тогда вам нужно аргументировать, что количество миллиграмм в этой капсуле вот такое, а лицетин, который продается вот там в аптеке, у него концентрация вот такая, соответственно, чтобы получить уже пользу, у нас вы одну капсулу выпиваете, а там надо выпить четыре, соответственно, может, на четыре получается цена и так далее, и так далее, да, то есть можно, конечно, иметь и такие заготовки для себя, и нужно иметь, вот мы как-то даже проводили целую школу у себя, сравнивали стоимость нашего продукта, ну, вот не саму стоимость, а как бы пользу, эффективность нашего продукта по сравнению с аптечными аналоговыми препаратами, потому что вы знаете, да, что лицетин у нас в компании, в другой компании и в аптеке, да, там витамино-минеральные комплексы тоже нужно найти, и мы вот находили подобные по названиям продукты, вот, и специально смотрели, сколько они стоят там, насколько они рассчитаны по количеству дней для одного человека, какая там концентрация, какой состав витаминов, минералов и так далее, и сравнивали, что есть у нас. И я вам хочу сказать, вот, кладу руку на душу, вот, мы не нашли в аптеках, я говорю сейчас об аптеках, ни одного препарата, который бы был, вот, ну, альтернативой нашему, по цене и по качеству. Ну, качество мы определяем на приеме, по цене и по составу, вот так вот, да, потому что по аннотации невозможно как бы качество определить, по цене и по составу. Вот, после такого, скажем, рейтинга, который мы провели, я уже была всегда полностью спокойна, и мне практически никто из людей уже не задавал такие вопросы, потому что у меня, наверное, на лбу было написано, что я уже знаю ответ на этот вопрос, и меня переубедить невозможно. Поэтому люди, вы же знаете, что вам люди задают те вопросы, ответов на которые вы не знаете сам. Есть такая, есть такая идея, поэтому если вам очень часто говорят, что это дорого, разберитесь с собой, наверное, вы еще считаете, что этот продукт дорог для вас. И вот, когда вы ответите на все свои вопросы, тогда вам люди перестанут задавать этот вопрос. Следующий, очень часто включающийся вопрос, у меня нет времени. Иногда люди даже не знают, сколько времени этим нужно заниматься, но, услышав ваше предложение, а они уже работают, предположим, на одной, но очень длинной работе или на двух работах, и они говорят, у меня нет времени. На самом деле они рассматривают наш бизнес как вторую работу, и все же понимают, что если вы идете на вторую работу, то, согласитесь, вторая работа всегда будет занимать у вас, ну, как минимум 4 часа, правда же? То есть, если стандартно, там, рабочий день приблизительно 8 часов, да, то вторая работа, это, как правило, полдня, это минимум 4 часа, там, 3-4 часа. А если каждый день, да еще и по 4 часа, то человек, ну, понимает, что он вообще тогда не сможет существовать. Поэтому, не зная, сколько нужно для этого времени, как протекает этот бизнес, люди просто говорят, у меня нет времени. На самом деле они имеют в виду, смогу ли я заниматься этим, имея ограниченное время. Поэтому, если вы делаете бизнес-предложение, рисуете кружочки, сразу же говорите, рассказывая, там, о людях, да, вот этот кружок следующего, и так далее, и так далее. И вы сразу же говорите о том, что для начала, для того, чтобы войти в этот бизнес, чтобы разобраться в нем, чтобы сделать первые шаги, тебе достаточно будет, там, 12-14 часов в неделю, в начале. Но если ты примешь, если ты уже выйдешь на определенный уровень доходов, и примешь решение заниматься этим профессионально, то ты тогда уже сможешь оставить свою следующую работу, и подседить этому все в свое время, и тогда твой успех, вот, твое движение, твоя карьера будет гораздо быстрее, да. То есть нужно показать человеку, что это можно делать не каждый день, что не надо каждый день приходить в офис. Может быть, у него такая работа, что он может только в субботу у вас прийти, и, ну, знаете, интенсивно этим заниматься, там, звонить, назначать встречи, а потом вы будете им помогать проводить встречи. То есть любой человек, даже с самым ограниченным количеством времени, может все равно найти, главное, здесь правильно составить для него план работы. Особенно это касается мам с маленькими детьми. Вы можете, ну, как бы, узнав их расписание, подобрать для них удобный график работы, тогда вы будете им звонить, они будут звонить, что вы тогда будете делать. То есть все это возможно, и знаете, что люди мне, ну, задавая такой вопрос, они всегда даже знают, сколько на это необходимо времени. У меня нет людей. Ну, уже вы прочитали в скобках, кому я это буду предлагать, имеется в виду, да. То есть человек в свое близкое окружение рассматривает очень-очень узко, да. Он думает, что там у него денег не особено, а и в окружении людей не особено. И говорит, у меня нет людей. То есть он не видит в своем окружении людей, которые могли бы быть в этом заинтересованы. И не видит, не расширяет свои горизонты. То есть он не представляет, что речь не идет только о тех близких людях, друзьях и родственниках, а речь идет о совершенно другом, 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 да. Поэтому он и сомневается, кто у него все это будет покупать, кто будет подключаться к нашей системе, с кем он будет работать. Поэтому вы ему и отвечаете. Знаешь, когда я начинал этот бизнес, когда я знакомился с этим бизнесом и принял решение начать, я тоже очень сомневался, будут ли у меня в окружении люди, которые готовы здесь пойти за мной. Оказалось, что попросив рекомендацию или послушив своего наставника, пройдя в школу по обучению, я узнал, как можно расширить количество людей, как можно ознакомиться с людьми, как можно заводить новые контакты и привлекать новых людей, как можно брать рекомендации у своих друзей, что они делаются достаточно часто. То есть таким образом вы просто рассказываете свою историю, как получилось это у вас. То есть здесь не надо ничего придумывать. Вы же с кем-то уже встречаете, за все, что вы этих людей берете, вот и расскажете им, как у вас это происходит. Но я не врач, потому что, когда мы говорим о здоровье, ассоциация у людей одна. И Марина Яковлевна, спасибо ей большое, она как раз и предлагает эту тему, сейчас, которая идет в вебинарах, это лечить или продвигать. Да, а вот, лечить это одно, а продвигать это совершенно другое. И у людей будет мнение, что только врачи могут с этой информацией работать. Но на самом деле, вы же все прекрасно понимаете, что и врачи тоже могут с этим работать. Они, врачи, работают не менее успешно. По одной простой причине, что они не приглашают людей полечиться, а они приглашают всех хорошо, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, получать по этому поводу информацию. Мы, в первую очередь, занимаемся просвещением. Вот основная наша миссия, это просветительская. Мы рассказываем людям, как вести здоровый образ жизни с качественными продуктами. И в результате такого образа жизни и такого питания, вы получаете результаты по своему здоровью. Ну, то есть, вы лечитесь, сами того не подозревая, в кавычках, да, потому что все болезни организма, вы знаете, на чем стоят, да. Жажда, загрязнение, недоедание. Вот, собственно, если вы так вот сможете объяснить человеку, то я думаю, что он поймет вас. Возможно, у вас свои есть какие-то уже наработки, как вы в этом случае отвечаете. Поэтому применяйте, можете в чате писать, пусть другие люди переписывают то, что уже такие фразы. Давайте следующий слайд, следующие возражения. И, в принципе, не так много, как я уже сказала, около десятка. Ну, вот самые, пожалуй, распространенные. Раньше говорили, это герболайф. Теперь уже как-то о герболайфе мне как-то говорят меньше. Говорят, это пирамида. Ну, то есть, человек, понятно, чего боится, да. Ассоциация с пирамидой у всех одна. А внести деньги, потеряю деньги, люди за мной не пойдут, потеряю свою репутацию, не только деньги, да, и зачем мне это надо. То есть, недопонимая, что такое пирамида. Речь идет о том, есть у человека сомнения, будет ли он обманутся, или будет ли он как бы снова здесь преуспеть. Поэтому на возражение, ну, это же пирамида, вы можете спросить, что, собственно, ты знаешь о пирамидах. Или что смущает тебя с пирамидальной структурой. То есть, тут человек сам ответит, что он видит в этой пирамиде, да. И если он скажет, ну, это же когда, как бы, я должен внести деньги, а люди за мной, да, то вы ему просто ответите, нет, денег носить не надо, покупай продукт, когда надо, сколько надо, и для каких угодно целей, сам им пользуйся, и можешь никого не привлекать. Да, и тогда человек поймет, что это не пирамида. Можете рассказать о том, что по пирамидальной структуре сегодня устроено все, государство и политика, и школа и образование абсолютно все. Можете привести этот пример, да. Но лучше задать человеку вопрос, что он имеет в виду под словом пирамида. Пусть он сам ответит. Он скажет, а, ты знаешь, у меня сосед был там в МММ, и вот он там сделал то-то, то-то, да. То есть, вы уже понимаете, что у него есть, как бы, негативный опыт его соседа. И вы можете совершенно спокойно сказать, что это не МММ. И, как говорят, это гербалайз. Я говорю, нет, это не гербалайз. Все, и вопрос внимательно, потому что люди иногда даже не ассоциируют там МММ и с гербалайзом. Мне кажется, гербалайз – это одно, а МММ – это совсем другое. Поэтому будьте совершенно, ну, как бы, спокойны и доброжелательны к пирамидам. Ну, можете отшудиться египетскими пирамидами. Ты знаешь, самое надежное строение – это египетские пирамиды. Да, тебя, собственно, что смущает в таком строении, как пирамида. Да, и опять-таки тут человек отвечает. Я не умею продавать. Ну, вы знаете, самый, наверное, не самый распространенный вопрос. Вот все люди думают, что придя, они должны покупать продукцию, ходить ее каким-то образом распространять, потому что видят это на улицах, да, стоят там косметические компании, возможно, к ним боксы приходили и так далее, и так далее. Вот, здесь вам нужно точно так же сказать о том, что, ты знаешь, я сам не продавец по натуре, я тоже волновался, должен ли я заниматься прямыми продажами, но оказалось, что я могу только рассказывая людям, давая им информацию, делать таким образом, что не я им продаю, а они сами покупают, потому что, ознакомившись с информацией, они по-настоящему подключаются и так далее, и так далее. Но хочу вам сказать, что если все-таки, на первом, если к вам все-таки пришел человек, которому очень нужны деньги, то говорить ему о том, что он сможет достаточно быстро, за месяц-два заработать и заработать какие-то карманные деньги, не занимаясь продажами, это значит, его обмануть. Поэтому нужно здесь говорить правду. Я говорю о том, что есть возможность заниматься сетевой работой, то есть заниматься менеджментом, а есть возможность, если вы любите, заниматься продажами. Все здесь нет, я продавать не люблю. Времена продажа – самые большие деньги. Иногда, знаете, я просто спрашиваю, а что плохого вы видите в продаже? Человек говорит, ну, это ж надо там ходить по улицам и так далее, и так далее. Я говорю, вы знаете, вот я недавно там покупала технику одну, попыталась сама сначала разобраться, зашла в магазин, попыталась сама разобраться вообще, что-нибудь и тут. И поняла, что я буду долго разбираться, потому что цены разные, а вот размеры разные, функции разные. И если я даже сяду в интернете и начну все это изучать, это займет огромное количество времени. Гораздо проще прийти в магазин, обратиться к консультанту, профессионалу, задать ему вопрос, что у меня такие-то, я хочу какие-то, у меня требования к этой штуке такие-то, чтобы работала тихо, чтобы был большой объем, чтобы быстро нагревала воду и так далее, и так далее. Он сказал, о, и денег я хочу потратить не более чем вот столько-то. Он скажет, замечательно, вот этот вариант, представляете, вот этот или вот этот. И вы уже как бы сэкономили время. Поэтому я лично очень люблю продавцов к консультанту. Я пользуюсь их услугами, потому что все мы любим с вами покупать. Да? Вот продавать никто не любит, а покупать все любят. Нравится вам ходить в магазин и делать покупки? Конечно, любят все. А кто нам помогает доставить это удовольствие? Конечно, продавцы, которые продают. Поэтому ничего плохого в продажах я лично не вижу и с удовольствием всегда говорю на эту тему. И как бы такой маленький тренинг людям всегда привожу. То есть, если хотите быстро и живых денег, то, конечно, есть мусор научиться продавать хотя бы на начальном этапе. Но для построения большой организации, для создания такой большой бизнес-структуры, это, конечно, не основное качество. Здесь главное качество организатора, то есть, менеджмент, находить людей, обучать их правильным последовательным действиям, как находить и обучать им следующих людей. Вот это и будет построение организации. Поэтому можно и без продаж. У меня не получится. То есть, речь идет о том, следующее возражение я уже перебегаю, кто мне может помочь в этом деле. Конечно же, конечно, не получится. Представляете, новое дело, вы не профессионал, пришли, что-то слышите. То есть, вы даже не представляете, как это все будет, что я со всем этим буду делать, куда мне идти и так далее. Поэтому я в конце презентации всегда, когда человеку доходим уже до завершения сделки, я всегда говорю, что если вы подключитесь к нашему бизнесу, то у вас будет уникальная возможность иметь рядом с собой наставника, профессионала, человека, который уже сделал то-то, то-то, то-то. Он не в теорию вам преподаст, а вместе с вами, взяв вас на руку, проведет по этому пути, и пока вы не получите результат, пока вы не добьетесь успеха, он всегда будет рядом с вами. И потом он будет рядом с вами. Но первые действия, первые шаги вместе с вами и для вас он сделает. То есть, вы сразу же показываете о том, что существует и система обучения, и система наставничества. Поэтому, когда вы такие вещи говорите, человек, ну, когда расслабляется, понимает, что его не скажут, не отправят в школу, а вот иди сюда, там, работа. Я в это не верю. То есть, человек не верит в то, что здесь можно заработать. Это есть скрытые вопросы, вы должны здесь показать. То есть, простите, а во что ты не веришь? То, что лично ты можешь добиться успеха, или в то, что можно заработать денег? Ну, я вот уже слышал, это многие занимаются, но деньги не зарабатывают. Да? А вот. Ну, возможно, они не выбрали никакой компании, возможно, они не делают достаточное количество действий. Но я хочу тебе сказать, что если ты подключишься к нашей команде, можете рассказать о своих наставниках, которые обучают вам, и будете выполнять эти действия, будете работать четко по системе бубликатии, по системе спонсирования, то вы обязательно получите тот результат, на который рассчитывали. Да, если вы будете уделять этому ссылку, то сколько это времени, получится ваше самооценка, и так далее, и так далее. Давайте следующий слайд стартить, пожалуйста. То есть, снимайте вот эти все, ну, как бы, сомнения с человека. Знаете, к нам приходит очень много неуверенных в себе людей, людей смистой самооценкой. Потому что вот такие вот яркие, союзматичные лидеры встретить, ну, это удача. Вот многие лидеры могут похвастаться на единицах этих людей в своих структурах. А чаще всего к нам в наш бизнес приходят лидеры, но, скажем так, обычные на нашем языке. Но ведь огромное количество лидерских качеств, они не врожденные. Эти качества все приобретенные в процессе жизни и в процессе ситуации. Так вот, придя к нам в сетевой маркетинг, придя к нам в компанию, все вот школы, все обучение, вся ситуация, вся работа, это все как бы поле для того, чтобы раскрыть ваши лидерские качества. И тогда человек из обычного, среднего, простого становится личностью, и говорит, ну, вот он лидер, вот он такой, за ним такая команда. Вот, знаете, это моя история. Я была человеком очень простым, очень стеснительным, я не боялась выходить в гостей, нигде в коре не пела, в кружках в ростном самодеятельности не участвовала. Поэтому я тоже очень сомневалась, все ли у меня здесь получится. Я презентации читала, ну, сначала я когда смотрела, как Лидия Богославская читает презентацию, я умирала просто. Думаю, боже мой, это же когда-то я должна буду выйти и рассказывать эти презентации. И все помнят, кто вот давно, с первых дней со мной в офисе, что когда я выходила первые разы, я была такого панцового цвета, такого, ну, не просто красного цвета, просто вот так вот, знаете, как стеснительные люди, их вот краска заливает. Многие из-за этой краски боятся вообще выйти на сцену, но мне ничего не оставалось, я очень хотела состояться в этом деле, мне просто очень нужны были деньги. То есть я не мечтала ни о сцене, ни о славе, мне просто очень нужны были деньги, я хотела изменить свою жизнь. Я увидела, что я могу здесь это сделать, и я поняла, что надо просто на собой работать. Поэтому вот рассказывайте людям истории, и они будут, у них поднимется собственная самооценка. Это сетевой маркетинг. Ну, скрытый вопрос, нет ли здесь финансового риска, да, то есть не потеряю ли я деньги. Здесь вам все совершенно понятно, вы просто объясняете человеку условия, вступление, и он понимает о том, что... И, кстати, можете спросить, а что ты знаешь о сетевом маркетинге, есть ли у тебя опыт работать в сетевом маркетинге. Обязательно спросите это, потому что вы можете услышать очень интересные моменты. Вот. Ну, я здоров, больше отвечают люди, когда мы им предлагаем больше только продукт. Вот. Хотя я в этом случае говорю, ну, это замечательно, значит, тебе нашего продукта нужно еще больше. И, глядя на удивленные глаза человека, я говорю, потому что ты сегодня здоров, если ты хочешь вот таким вот остаться еще ближайшие там 70-80 лет, если это молодой человек, да, если постарше, там, еще 50-60 лет хочешь быть таким, то тебе нужно этот продукт, потому что в наших условиях, в нашей экологии, в нашими условиями жизни, ну, как бы, прецедентов нет. Оглянись вокруг, в свое окружение все вот уже, к сожалению, не обладает этим здоровым и красотой. Вот. Ну, и за этим возражением еще стоит не навредить умеетно, да. То есть люди не все знают, что такое биологически активная добавка, сколько пользы она приносит, вот, ну, всякие передачи и так далее, которые, ну, не всегда бывают объективны, и у людей может вкладываться такое мнение, вот, поэтому они хотят от вас услышать, не наградит ли мне это. Я снимаю это возражение всегда, когда провожу встречу 1 плюс 1, я, когда рассказываю в блоке о продукте, коротко, вот, и речь заходит о воде, я всегда говорю, вот, многие знают, у меня есть внучка, ей сегодня уже 5 с половиной лет, вот, и я говорю, вы знаете, я своей внучке эту воду дала в первые же часы жизни прямо в роддоме своей бутылки. И дальше уже можно на вот это возражение, а не навредить ли мне, это уже можно даже не отвечать, потому что, ну, согласитесь, уже снимается сразу же само это возражение, да, то есть одно дело пить самому, как говорят, тебя заикнотизировали там или еще что-то, да, другое дело давать своим детям или внукам, тем более маленьким, то есть вот такая вера в продукт, что человек уже это видит и понимает, что это, ну, как бы, навредить ему не может. Или, например, я говорю, вы знаете, когда моя дочь была беременна, она с первых до последних дней использовала еще больше продукта для того, чтобы родить потом, выносить и родить здорового ребенка. И это тоже очень хороший аргумент, потому что я даю своему ребенку, который еще и вынашивает моего унока, да, то есть показывает таким образом свою веру. Ну, если у вас нет такого собственного результата, вы можете просто объяснить человеку, что такое биологически активная добавка. Я больше доверяю официальной медицине. Ну, здесь речь идет о том, что легализован ли этот продукт, сертифицирован ли он в вашей стране. Вот я в Тепке всегда говорю, что компания работает легально на нашем рынке и во многих странах мира. Продукт здесь сертифицирован, а вот имеет стандарты качества. Вы знаете, что у нас эти органические стандарты и GMP стандарты. Многие уже знают, что это такое. То есть можно просто это перечислить в тексте. Если человек задает такой вопрос в качестве интереса, то как бы стоит на него ответить. Я не хочу экспериментировать на себе. Да, ну, если человек как бы сегодня относительно здоров, то он имеет в виду, что он действительно нужен здоровым людям, темно, собственно, мы уже об этом поговорили в теме «Я здоров». Давайте следующий слайд. Вот как бы 12 самых, ну, как бы чаще всего встречающихся... А, у нас уже слайдов нет, да? 12 самых часто встречающихся возражений. Амут, спасибо за цветы. Такой весенний день замечательный. У нас чудесная погода. Сегодня было выше 25, по-моему, чуть ли не 25 градусов на солнце у нас в Запорожье. Амут, кстати, я из Запорожья, да, вы общаетесь сегодня с городом, в Украине, город Запорожье. Амут, то есть это стандартные возражения, которые встречаются чаще всего. Вы, конечно, можете еще услышать массу там всяких, мелких, но это все будет интерпретация одного и другого. То есть вы поняли, задавайте вопросы, спрашивайте, что человек имеет в виду. Правильно ли я вас понял, ты имеешь в виду, что люди не будут подключаться к нашей системе, к нашему бизнесу и так далее. Нет, я совсем не то и не люблю. То есть, понимаете, вопросы открывают вам, ну, скажем так, всяческие двери. Что хочется вам пожелать? Пожелать я хочу... Нет, я еще вам скажу два слова. Он, вот если помните прошлую нашу встречу, презентация 1.1, то встречу закончила мой партнер по бизнесу, Валина Артеменко, бриллиантовый директор. Она озвучивала работу презентации 1.1 в скайпе, работу в интернете. И вот мне тоже хочется поговорить о возражениях, которые многие же из вас работают в интернете. Соответственно, вы переписываете с людьми, они вам что-то там отвечают. И вот я вам хочу сказать, что в интернете, с одной стороны, работать легче, а с другой стороны, то, что человек не видит в ваших глаз, то, что он не общается лично с вами, это, ну, как бы минус. Потому что, когда вы сидите один напротив другого, человек видит ваши эмоции, вашу ровную спину, вашу уверенность, у него появляется больше, как бы, доверия к вам. Хотя в скайпе это тоже частично можно передать. А вот, когда вы в переписке отвечаете на вопросы людей, то, ну, вам вообще все карты в руки. В интернете у вас есть возможность подумать, да, то есть не отвечать сразу человеку на вопрос, позвонить своему наставнику, спросить, а что бы он ответил на такой вопрос человека, да, потому что очень разные люди в интернете, обычно вот такие, как мы сейчас перечислили с вами, возражения не задают. Такие возражения на личной встрече чаще всего встречаются, такие вопросы. А в интернете люди уже, они уже сходили на сайт, посмотрели ассортимент, посмотрели цены, уже посмотрели какие-то ролики без вас, даже если вы сюда не отправляли. Вот, и, соответственно, у них уже немножко другие вопросы. Они спрашивают, с чего нужно начинать, а как будет строиться работа и так далее, да. Но преимущество в том, что у вас есть время подумать, задать вопрос наставнику и написать и сформулировать красиво, правильно ответ на этот вопрос или свое предложение. В этом я вижу большое преимущество, но и в то же время по времени тут растягивается немножко все больше. Но готовая работа в интернете, то есть можно ночное время использовать в интернете, а дневное нужно использовать для встречи с людьми, потому что так бизнес строится гораздо быстрее и проще. Вот, а пожелать я вам хочу на последок чего? Чтобы вам люди не возражали, чтобы вы научились то, о чем я говорила в самом начале. Чтобы ваше предложение к человеку звучало таким образом, чтобы там уже были ответы на все эти вопросы, которые, возможно, у него возникнут. И в конце встречи хотелось бы, чтобы человек, это я вам желаю, чтобы он не задавал вам вот такие вот скучные вопросы, там, где взять людей, у меня нет денег, а чтобы он уже говорил, боже мой, замечательно, я эту возможность искал всю свою жизнь. Подскажи мне, с чего я должен начать? Сколько времени мне для начала нужно этому уделять? Какую книгу ты посоветуешь мне прочитать в ближайшее время? Какой из программы мне начать для себя, чтобы получить свои первые результаты? И на какой ближайший семинар я могу поехать, чтобы ближе познакомиться с твоей командой, в которую я буду ходить, с компанией, чтобы узнать все ее возможности. Вот этого я вам желаю, чтобы все ваши встречи заканчивались именно вот такими вопросами. Но если вы будете визуализировать, представлять перед каждой встречей, то я думаю, рано или поздно у вас это обязательно случится. Огромное вам спасибо за внимание, за ваше терпение, за ваше благодарю, тортизу за цветы, и очень буду рада, со многими из вас, я уверена, увидеться буквально через 10 дней в Турции на конференции «Золотые для золотых». Не дождусь уже этого момента, когда смогу увидеть тех лидеров, топ-лидеров компании, руководства компании, чтобы поблагодарить их очередной раз за то, что вот мне так безумно повезло. Мой первый сетевой опыт, это опыт «Коралового клуба», и он достаточно удачен, неспешен, моя жизнь изменилась не просто на 360 градусов, а я вообще не знаю, насколько можно повернуть жизнь, вот насколько она и повернулась, только в лучшую сторону. И я благодарна, что вы сегодня в компании, потому что мы все вместе с вами создаем компанию. Мы создаем с вами новую жизнь, мы формируем новую здоровую нацию, здоровую не только в плане физиологического здоровья, а здоровую в плане экономического и психологического здоровья. Огромное вам спасибо, всем вам удачи, счастья, благополучия, и до следующих встреч на вебинарах «Иживьем». Всего целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok